Разобраться в карте, найти подсказки и первыми добраться до финиша. Такое задание дали жителям городского округа на очередном мастер-классе в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Всех пришедших на встречу научили ориентироваться в пространстве. Занятие провел Александр Юртаев, чемпион городского округа по спортивному ориентированию. Для начала специалист рассказал, чем отличается забег в помещении от ориентирования на открытой местности. Когда вы ориентируетесь в лесу, в парке, либо на открытом пространстве, там есть очень много различных знаков на карте, потому что она называется топографическая. В спортивном ориентировании закрытых помещений используется карта, на которой наносится всего лишь два цвета. Это черный – это основной цвет. Это стены зданий, окна, перемычки, кабинеты, которые пририсовываются, как и называется, карта-схема. И красный цвет – это судейские знаки. Вот вам нужно будет понять, где мы находимся, когда вы возьмете карту, куда вам нужно бежать, где у вас находится коридор, в какой стороне. После теоретической части приступили к практической. Все участники встречи поделились на команды. Задачей было не пропустить ни одной точки, поставить отметки в специальной карточке и пройти маршрут максимально быстро. На встречи по интересам в Химках приходят все новые люди. С начала существования проекта уже было проведено около трех с половиной тысяч занятий. Татьяна Куликова регулярно посещает тематические мастер-классы. Этот мастер-класс мне понравился, пожалуй, больше, чем те, на которых я бывала, потому что он такой очень активный. И детям, ну, детям, наверное, само собой нравится такое движение, но и нам, взрослым, понравилось очень. Мне очень понравилось. Я просто в каком-то таком восторге пребываю. Это замечательный отдых. Перезагрузиться. Совсем немного времени, это заняло 15 минут, но как будто бы мы отдохнули полноценно. Мне это очень понравилось. Спасибо организаторам. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и при поддержке администрации округа. Те, кто хочет присоединиться к программе, могут узнать о ближайших мастер-классах из разных источников. Например, из газеты «Химкинские новости». Больше информации в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.